Сегодня 19 марта 2020 года, четверг, в обычной ситуации в музее было очень много людей, но мы закрыты на карантин, как и все музеи страны. Справа от меня, Стивена Базавра, очень много шуток в интернете о том, что у него такие короткие беременные конечности, он не мог их помыть с мылом, и с ним произошло то, что произошло, призываем всех соблюдать правила личной гигиены, и пока вы не можете прийти в музей, решили рассказать о том, что здесь происходит, пока музей закрыт. В одной из этих ветвей экспонат, который мне нравится больше всего, он очень необычный, но всем кажется обычным, потому что напоминает кое-что другое известное, а именно он напоминает загнутые в спираль раковины головоногих моллюсков, аммонитов, гониатитов, но на самом деле это не раковина моллюска, это зубы древней акулы, которая называется геликоприор, и эти зубы загнуты в спираль. В чем же загадка? Наоборот, есть еще одна надпись, датировка того, когда этот образец поступил в музей. В 1937 году, когда другой краевед Генрих Тимофеевич Мауэр, который позже заведовал отделом природы нашего музея, приобрел ее и поставил своей рукой, очень красивым почерком, датировку и описание. Это зубная спираль, найдена в Пермской губернии, по современным представлениям, это Пермский край, река Барда, недалеко от села Матвеева. Геликоприон — это латинское название рода. Бессонове говорит о том, что этот вид назван в честь краеведа Александра Григорьевича Бессонова, который обнаружил в бывшей Пермской губернии, далеко от города Красноуфимска, эту зубную спираль. 1899 год — это год ее первого описания, а Карпинский — это первый президент Российской академии наук, геолог, который и описал этот вид и назвал его в честь краеведа Бессонова.